Здравствуйте! Время новостей в Туле. В студии Светлана Денброва о самых важных событиях в Катой Минуте прямо сейчас. Эксперты оценили готовность тульских панцирей С-1 противостоять ракетным ударам по Сирии, обещанным Трампом. Напомним, в СМИ активно публикуют информацию о том, что президент США Дональд Трамп посоветовал России готовиться к ракетным ударам США по Сирии. Ранее газета РУ сообщала, что посол РФ в Ливане Александр Засыпкин заявил о готовности Москвы сбивать любые американские ракеты, направленные против Сирии. Потенциал тульских противоракетных комплексов оценил легендарный оружейник Николай Макаровец. Тульское оружие, конечно, там было использовано с учетом разработок еще и стрелы более 20 видов тульского оружия. И событие в Сирии вооружение подтвердило, что Тула является оружейной столицей. По подозрению в получении взятки задержан инспектор управления государственного автодорожного надзора по Тульской области. По информации информационного агентства Тульские новости он был задержан в торговом центре МАКСИ. Как сообщает корреспондент ТСН-24, с места событий очевидцы говорят о том, что задержание проводилось силами пяти человек. У одного из них при себе был автомат. Отметим, что Управление государственного автодорожного надзора по Тульской области контролирует деятельность в том числе пассажирского транспорта. 276 домов Тулы признаны аварийными и нуждаются в расселении. Часть из них создают потенциальную угрозу для жизни и здоровья жителей. На переселение туляков из аварийного жилья из бюджета региона выделено более 405 миллионов рублей. Общий объем финансирования – 616 миллионов. Треть этих средств – средства городской казны. Анна Молодцова продолжит тему. На данный момент в Туле 276 многоквартирных домов, которые нуждаются в переселении. Однако 300 семьям Тулы требуется первоочередное расселение, что составляет почти 12 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда. Общая площадь аварийных домов у нас составляет 103,2 тысячи квадратных метров. Принимая в внимание большую социальную значимость данного вопроса и острые проблемы, которые возникают с вопросом переселения, по инициативе губернатора Тульской области была создана региональная программа по переселению граждан из аварийного жилья. Под программу переселения этого года попал и дом на Денисовском переулке «8 литера А». Его жители без энтузиазма восприняли новость, что их дом призван аварийным. Многие прожили в нем всю жизнь и не хотят куда-либо переезжать. В их числе и Александр Лопатин, который совсем недавно сделал ремонт в своей квартире. Нам не очень хотелось переселяться. Мы собирались, собственно говоря, подать заявление о том, чтобы не сносили, о том, чтобы провести ремонт. И сами даже готовы были включиться, если не будут сносить. Ну, бумага пришла. 36 аварийных домов подлежат расселению в этом году. На данный момент администрации города готовится необходимая документация и проводится уведомление жителей. Планируемый срок передачи благоустроенных квартир в муниципальную собственность пройдет с 1 июля по 30 ноября текущего года. Анна Молодцова, Игорь Щепотьев, Новости Тулы. Неравнодушные туляки просят остановить раскопки на Крестовоздвиженской площади. По одной из версий, найденные там человеческие останки могут быть частью чумного захоронения 17 века. Жители опасаются, что поврежденные трубы водоснабжения вместо раскопок могут разнести заразу по городу. В 2011 году в Лондоне было аналогичное кладбище, обнаружено учеными. И вот они пришли к выводу, ну стопроцентному практически, что все бактерии живы в почве на протяжении 300 лет. И единственное, что они мутировали, и они представляют опасность для человека. У нас нет стопроцентной информации, да, там есть заразы, нет, но это нужно все проверить. Если на сегодняшний день все это находится на экспертизе, экспертиза еще не закончилась, то почему бы просто не остановить эти раскопки и нас не сохранить от возможной, да, беды и опасности. В Туле в результате обрушения плиты на крыльце подъезда многоквартирного дома пострадал мужчина. ЧП произошло накануне вечером. По словам супруги пострадавшего, жители уже обращались в управляющую компанию «Славянка» по поводу ремонта крыльца. Там ответили, что отремонтируют, но ждут строительные материалы. Нашлись они быстро, уже после несчастного случая. Сотрудники управляющей компании оперативно засыпали яму глубиной порядка двух метров. Пострадавший мужчина получил довольно серьезные травмы. У меня муж провалился сюда полностью, вот, покалечился, вот, у него ушибы сейчас, ушибы тела, вот, колотая рана на руке, так как у него на штырь он на поросе, там арматура была внизу и штырь. Вот, теперь у меня муж находится на больничном. 14 дорог отремонтируют в Туле по программе «Безопасные и качественные дороги». На эти цели выделено 350 миллионов рублей. В надлежащий вид проведут наиболее проблемные улицы города – Мосино, Скуратовскую, Ложевую и другие. Многие из них попали в поле зрения властей благодаря проекту Общероссийского народного фронта «Карту убитых дорог». Сегодня эксперты ОНФ и представители администрации осмотрели дороги, которые ждут ремонта. София Кирилова расскажет подробнее. На ямы на улице Ложевой не успел пожаловаться только ленивый. Впрочем, такая возможность у него пока есть. Несмотря на все обращения и попытки ремонта, количество ям не уменьшается. А те заплатки, которые положили совсем недавно, сейчас валяются по обеим сторонам дороги. Улица Ложевая – далеко не единственная в Туле с такими проблемами. Скуратовская, Чмутова, Мосино – список можно продолжать долго. Многие из них успели засветиться на карте убитых дорог. Этот проект Общероссийского народного фронта пользуется все большей популярностью у населения. Некоторые дороги ОНФ держит на контроле уже несколько лет. На улице Мосино эта дорога, этот перекресток был у нас на контроле. В том году мы его смотрели, здесь была большая яма. На данный момент яму эту заделали. В целом, что можно сказать, то есть ямочный ремонт по городу идет, заделывается, то есть достаточно оперативно. Однако обойтись ямочным ремонтом не всегда удается. Основные проблемы с трещинами и провалами – на тех дорогах, где уже закончился гарантийный срок. Заделали одну трещину, в следующем году рядом появилось новое. В 2018-м ремонт тульских дорог вошел сразу в две программы. Магистральные трассы отремонтируют с помощью средств президентского проекта безопасные и качественные дороги. Лыжевая, там ремонт порядка 50 миллионов, да, то есть улица Мосино, там ремонт порядка 40. Причем Мосино здесь, если брать, мы ремонтируем, начиная от Советской и Мосино, Павшинский мост, чему-то вот. То есть, грубо говоря, из центра города выезд на региональную дорогу в этом году полностью будет заменено. Муниципалитет тоже поспособствует. На ремонт остальных дорог город выделил 91 миллион рублей. На тех улицах, которые вошли в программы, покрытие будет полностью заменено. Подрядчики уже определены. Начать работы планируют в конце апреля. София Кириллова, Сергей Давыдов, Новости Тулы. В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог. Сегодня в городе стартовали работы с применением горячего асфальта. Следующий этап – ремонт дорог с применением метода пневмонабрызка. В мае городские власти планируют полностью завершить аварийно-восстановительные работы и приступить к текущему ремонту. Накануне три подрядные организации провели фрезеровку покрытия 10 участков городских улиц. Сегодня работы по ремонту дорог с горячим асфальтом идут на обработанных участках, включая проспект Ленина. Боевая машина ЗИС с установкой залпового огня «Катюша», которая находится на Пролетарской улице Тулы, отправится на ремонт. Сегодня легендарную машину сняли с постамента для того, чтобы подготовить к 9 мая. Тульская «Катюша» относится к категории памятных знаков и стоит на балансе города. В дальнейшем, я думаю, нам необходимо всем тулякам принять правильное и грамотное решение, о чем говорит глава города, что здесь должна стоять «Катюша» постамент, макет, а действующая, которую сегодня мы реанимировали всем миром, благодаря заводу «Сплав», должна войти в состав музея нашего оружия и быть гордостью нашего города Тулы. Я думаю, немногие сегодня города-герои Советского Союза и Российской Федерации могут похвастаться действующей машиной, которая участвовала в боевых действиях в Великой Отечественной. Полузащитник Тульского арсенала Александру Бурчану не сыграет в этом сезоне. Как рассказал главный врач Канониров Александр Резепов, после нескольких дней тренировок, по индивидуальной программе у румыны появились боли в травмированном ранее суставе. После обследования выяснилось, что игроку необходима повторная операция. Сейчас Бурчану проходит курс физиотерапии на родине. Что касается других травмированных, то, возможно, участие в текущем чемпионате примет Хабиб Майга. Ивауриец получил мышечную травму около месяца назад. В ближайшее время в строй вернутся также Геа Григалава, Лука Джорджевич и Горан Чаушич. Двое последних полетят с арсеналом в Краснодар на ближайший матч. Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Больше новостей вы найдете на нашем сайте tsn24.ru. Узнавайте о самых главных событиях Тулы области вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова